самая первая операция у нас на огороде весной это барнование или скорожение о нем мы расскажем попутно расскажем как мы определяем когда начинать сажать вообще что-нибудь вообще на огороде том числе рассаду в парни кисе нормально уже не замороженная сухая земля вокруг там где я наступил ногой земля сырая то есть все время идет испарение влаги она прямо грязная такая мажется сыро ну а где есть мульча там соответственно сырое только если покопать и напоминаем что мы гордеевы начинаем публиковать наши новые видео помимо youtube а также и на яндекс дзен ссылки на наши яндекс дзен и в описании под фильмом сегодня 22 марта совсем недавно еще до середины марта практически по ночам было до минут 15 видно насколько толстый лед все замерзала полностью снег лежал только сейчас начало таять наконец-то но весь февраль был плюсовой без снега зато шел дождь а вот март порадовал именно зимой могли бы провести бронование еще феврале земля в принципе была феврале готова но потом все это долго мочила но в марте еще и морозил хотелось бы показать как выглядит почва у нас после зимы вот это мои копали на зиму сейчас у него большая площадь и видно вот что довольно такое все вроде бы комками да но самом деле вот вот так вот сегодня дул ветер и к вечеру вот так выглядит земля то есть уже явно пора начинать скорожение грязи уже нету причем это именно вот вечером наказывать утром поверхность будет влажная сейчас здесь еще влаги много вот она видно что мажется еще земля даже но завтра в плане провести скорожение все это дело проборновать пока земля такая именно мягенькая мягенькая и пушистая для чего это нужно нужно чтобы значительно уменьшить площадь поверхности потому что сейчас она не ровно вот мы ее выровняем будет ровно поверхность сразу меньше то плюс мы сделаем слой именно рыхлым сейчас в виде комков этим комки полностью высохнут а мы все сравняем причем за счет рыхлости получится именно слой рыхлой почвы который будет работать как мульча и защищать от дальнейшего высыхания той влаги которая сейчас в земле осталась вот здесь на этом же участке тоже ситуация похожая комок вроде бы да вот он задний высох полностью а нам надо чтобы земля так не сохла нам надо чтобы влага оставалась в почве как можно дольше хотя у нас проблем с поливом и нету но для посева будет легче нам же возможно не придется поливать хотя шансы на это достаточно малых можно было бы уже скорожение провести сегодня но пока не получилось сделаем завтра конечно нас подмывала выйти даже феврале что-то посадить ну правильно сделали что ничего не стали делать потому что все таки хорошо знаю и зря не рискуем уже нам это 12 ночи 13 градусов мороза сурово явно рановато еще что-то сеять потому что днем плюс 10 а ночью вот так вот явно рановато вот чесноку такое приходится выдерживать сейчас что будет утром даже страшное представить но явно не намного теплее скорее всего еще опустится но это уже утро полдевятого ну понятно опять все все замерзла что тепла пока нет утра посмотрим сильная земля проморозилась вот это вот рыхленькая дальше все твердо что наверно только к вечеру и получится поскородить огород глубина промораживания по сути что не спешили мы и правильно делали еще пока явно рано огородом заниматься пока что ничего толком сделать не получится все замерзла все ждем пока разморозится ждем пока разморозится все нормально уже не заморозится можно скрести может где-то в глубине там но это уже все ниже слоя который обрабатывать нужно отлично обрабатывается видно что под слоем прям сырая земля еще хорошая комок на тропинке явно был классно разморозился размягчился за зиму перейдет иначе с нашей длиной не совладать тоже тропинка пошла ну тоже размягчилась классно просто суперский идет с одной стороны морозы плохо вот другой стороны земля стала рыхлой сыпучий структурированной ее частыми циклами замораживания размораживания явно улучшила ну вот комок был да сейчас ну рассыпается буквально вот тропинка тоже пошла бывшая отлично идет собственно говоря вот в этом и одно из преимуществ перекупки под зиму у нас на нашей глине потому что весной она становится гораздо легче в обработке даже там где тропинке были утоптаны в прошлом году так заскакиваем в середину и урабатываем середину отлично целый день ждать пришлось чтобы почва разморозилась за пределы пока сегодня утонюхи другие дела так что я справлюсь и буду с коррожением с коррожением да, днем не получилось твердоватая земля была но сейчас идет хорошо, быстро мы въезжим до темна справятся в шпею в пределах вытащим все в 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 обычным людям привычно работать на одну какую-то сторону если человек правшая или левша мне например изначально удобно было правую руку сзади держать а левую впереди но потом я специально целенаправленно выработал навык такой замены обычно вначале непривычно конечно через время привыкаешь работать на другую сторону даже потом даже не помнишь как вначале было не сразу получается сообразить настолько привычным становится он дает это естественно более равномерно нагрузку на мышцы усталость меньше вот здесь у нас край где росла кукуруза прошлом году попадаются например вот это на пока вы грибаем на обочину она все равно внутри еще проморожена сейчас не получится обтурсить землю а потом обтурсим и на компост пойдет и пока валяется вдоль края то есть мы их при при выкапывании на зиму не убираем гораздо легче когда они проморозятся земля более рыхлая их тогда гораздо проще выворотить они частично успевают перепреть даже корни более хрупкие делаются участие вещества очень вот дают сразу конечно меняю получается как туда грабли толкаются и передняя рука слегка их приподнимает иначе они вот так вот просто увязан их не протокнут поэтому раз это скользит как бы в тонком слое верхнем обратно уже просто тянется под своим весом в один участок готов и стремительно темнеет солнце уже села все уже так что на следующий участок возьму фонарик очень уж не хочется оставлять это дело на завтра сделать его сегодня хочется все таки хочется видеть что происходит чтобы если что подкорректировать ровность и всякие мусор отгрести растительной нормально видно так поехали на ту сторону участок небольшой в принципе это все таки не 30 соток как в былые времена когда выживание от этого зависело сейчас пара соток огорода и все легко можно в пределах часа все это обработать конечно можно было бы отложить на завтра но не хочется найдутся там другие дела весна такая странно где холодно холодно земля сохнет быстро и по прогнозу там уже скоро и 20 градусов обещают может и по ночам морозить меньше будет что вот-вот сажать что-нибудь чувствую это сейчас уже заморозок пара за ртова все идет нос мерзнет как-то чувствуется завтра же днем тоже не получилось в скорожению заниматься так что подстраиваемся под погоду благо есть силы технические средства соответствующие наглядно показать сейчас вот земля выглядит перемешанная сухая и сырая вот комочек сухой видно как он выделяется на темно и вот если я сейчас наступлю ногой и потом на следующий день покажу какая разница будет между заскороженным и слой где плотная земля здесь теперь есть слой почвенной мульчи а здесь нет здесь уплотненная земля она по идее должна будет потемнеть и тянуть в целый день влагу быть долго темно а в этой слой верхний подсохнет и все потери влаги сократятся очень сильно и последний сейчас оборону все на завтра не надо будет об этом думать ради что покажу как участок будет при свете дня померяем температуру сейчас принес из дома немножко об холодный воздух погоняем да и посмотрим сколько там будет уже видно что опускается похоже идет к вчерашнему до охлаждается моментально прямо на глазах ну вот и буквально здесь две-три минуты уже минус пять показывает вот так ну заодно наглядно видно какую температуру чеснок переживает прошлую ночь не удивлюсь если градусов до минус 15 легко доходило потому что пасти пасти до 14 при мне в 12 ночи было ну вот сейчас опускается прямо на глазах с вечера сразу до затяжная весна в этом году у нас затяжная опускается середина следующего дня солнце высоко дует довольно сильный ветер ну вот видно хорошо что поверхность уже подсохла там под тонким слоем земля влажная видно что цвет другой совсем но на поверхности тонкий слой сухой мульчи теперь поверхность мелкая гораздо легче будет потом любые работы на огороде проводить уже крупных комков уже не ожидается ну и здесь с этой стороны где сухая земля вокруг там где наступил ногой земля сырая то есть все время идет испарение влаги она прямо грязная такая мажется сыра ну а где есть мульча там соответственно сырое только если покопать на глубине где-то с пол сантиметра соответственно там где нету слоя рыхлой мульчи вот как здесь например тут естественно потери влаги гораздо более большие потому что вот такая ситуация практически весь день пятна остается мокрым вот так работает более плотная почва она все время тянет снизу воду испаряет ее в атмосферу здесь это тоже происходит но гораздо медленнее то есть чисто просачивается уже через слой почвенной мульчи солнце жарят ветер дует а вот это пятна сырые грязь то есть влага выделяется где плотное место то есть вот пожалуйста наглядно смысл рыхлого тонкого слоя сверху вместо плотных кусков и вместо плотной почвы почему нужно рыхлая почва почему нужно мульчирование в том числе сухой почвы то есть рыхление это по сути тоже самое мульчирование только почвой конечно но сойдет после дождя корка будет хотя смотря какой дождь если меленький слабый то это не проблема завоем это дело чтобы было неповадно влагу терять эти штуки за сегодня разморозились дождемся когда просохнут можно будет потом стих землю выбить и на компост отнести а можно и так отнести конечно же настолько легко оборонование проходит далеко не в любом сезоне просто в этот раз так совпало что сильный ветер дул и каждый день морозит а днем плюсовая температура ну соответственно почва разморозилась просто стала хрупкой потому что за ночь она подтягивает влагу разбухает ее замораживает а потом утром высушивает и потом опять намокание промораживание разбухание и разваливается все в мелочь а вот если заморозков нету и идут весной сразу сначала или зимой сильные дожди то земля получается забитая вот эти комки они такие твердые что их даже пальцами сложно раздавить это сейчас вот оно все такое рыхлое и хрупкое но бывает так что приходится барановать с весьма большими трудозатратами все эти комки разбивать и вот настолько мелко практически невозможно сделать только если разве что полить и тогда это все разбивается поэтому когда трудная поверхность лучше либо полить либо приходить барановать с утра когда все-таки все эти комки в них больше влаги они тогда разбиваются легче но когда засыхают вот как у нас на глине все это гораздо сложнее уже ну вот даже вот этот сухой он после промораживания все равно хрупкий легко растирается в пыль и того суммируем как минимум барановать промораживание помогает создать слой тонкой рыхлой почвы которая работает как мальча и не дает испаряться влаге которая накопилась в почве за зиму также избавляемся от крупных комков земли делаем почву сразу более рыхлой даже на поверхности делаем почву более мелкой структурированной рыхлой конечно если дожди будет идти попрут сорняки повторно пройтись граблями фазе зеленой ниточки это прибьет и сорняки и опять же превратит горку в мелкую структуру ну вообще если корка не слишком толстая туда даже хорошо если нету слишком глубоких трещин и и так далее и можно даже вставлять она сама по себе работает как защита от сорняков если сорняки не могут ее пробить они до нее доходят солнцем ее нагревает они по ней просто запариваются пропадают и еще например такой немаловажный момент почва рыхлая верхнем слой она хорошо пропускает воздух воздух теплый солнце жарит светит если он достаточно влажной если в нем достаточно много влаги и он прошел через этот рыхлый слой доходит до холодного слоя почвы и здесь выпадает влага из воздуха в виде конденсата то есть получается так называемый один из вариантов сухого полива кстати вот сейчас температура воздуха на уровне почвы днем 14 градусов то есть сейчас примерно перепад между дневной и ночной температурой где-то градусов 25 30 почти 15 градусов уже тепло день очень теплый солнце жарит ну и проверим температуру почвы скажем так на глубине видно что минусовая почва минусовая это вот на глубина щупа пределах 8 90 сантиметров вот такой большой перепад ватуе то есть вот сейчас что-то сеять понятно что смысла нету потому что даже если поставить парник однослойная пленка но она градуса на 3 в один слой пленка спасает от заморозков но от силы до минус 3 и это естественно максимум до минус 5 это только если кратковременно конечно не всю ночь если всю ночь она все равно проморозит и почва все равно верхнем слое уже начинает сильно охлаждаться но при минус 15 понятно что почти минус 2 температура даже на глубине почвы конечно парниках за день прогревается почва но воздух все равно охлаждается достаточно быстро и что-то сейчас вот сеять явно смысла пока нет ну вот уже и минус 2 в почве вот она такая глубина что там у нас но конденсат не в в том виде выпал в виде льда причем на термометре минус 8 и 77 на 80 это 12 ночи сейчас ну я бы сказал ночь явно теплее чем наверно прошлое или позапрошлое так что дело идет на поправку может скоро и сеять будем такие вот ночные эксперименты таким эксперимента все теперь домой можно домой греться холодина пар какой изо рта вообще 8 40 утра солнце светит что там на огороде у нас интересного так термометр и ним покрыт основательно да ну уже показания мы с него сняли на минус 12 было влажность и 1 градус мороза что там у нас тут не просто ледок тут такая плитка ледяная вот такая вот температура все довольно наглядно теснок между тем зеленеет так что перепады такие серьезные наиболее сильно температура падала до минус 12 а влажность поднималась выше 90 процентов середине дня вода в ковшике этот пласт льда полностью растаял но еще сейчас почти 4 часа дня и плюс 15 в тени 15 градусов даже почти 16 влажность воздуха 10 процентов всего но это мало конечно чтобы создать достаточный перепад температуры влажности для точки росы именно сейчас в это время суток хотя хотя температура там внизу достаточно низкая очень слабая влажность у нас такая влажность бывает в середине лета днем 10-15 процентов влажность воздуха это конечно очень слабо вообще сейчас сухой воздух очень давно дождя уже не было разве что был снег но он уже сошел уже все уже задули суховее земля быстро сохнет вот солнце все ниже уже сразу влажность вот эта нижняя цифра немножко повысилась но температура тоже слегка повысилась достаточно тепло сейчас это в тени было дело вот это график изменения температуры воздуха у нас на огороде за сутки видно что от минус 12 до 23 градусов было порядка 30 градусов диапазон дело том что когда температура у нас высокая то очень низкая соответственно влажность а если влажность высокая то слишком низкая температура в итоге таких условий чтобы нормально работал атмосферный полив по сути нет вот если бы был теплое утро теплый день теплый вечер теплая ночь но при этом очень холодная земля и воздух был бы очень влажный вот тогда да и земля была бы сверху даже сырая именно потому что роса выпадала бы не только на растения но и на почву у нас сейчас по утрам даже по утрам даже когда ветра нету вроде бы холодно но земля сверху сухая вот мы провели баранование земля сухая она высыхает даже за ночь почему заморозка есть такая особенность еще они достаточно неплохо высушивают все практически по нашему опыту если что-то промораживается из него словно выдавливается влага вот такой факт так что пока условий для атмосферного полива не особенно есть но возможно еще будет принципе у нас такое бывает чтобы были туманы и весной и осенью но летом обычно нет земной бывают еще эти трава в это время у нас только-только едва едва начинает пробиваться причем это она такая еще феврале на самом деле выросла сейчас она практически не растет потому что только к середине дня все размораживается еще до травы далеко еще нужно будет чистить поскольку в прошлом году до середины лета влаги было достаточно и после покоса у нас довольно неплохо трава росла видно какие там заросли есть это все надо будет вычистить использовать для каких-нибудь дел огородных например или компост или эмульчирование и вот нас часто спрашивают при какой же температуре сеять парники ну вот такой вот нелегкий ответ когда диапазон температур за день порядка 30 градусов то есть от минус 12 до плюс 15 плюс 20 вот и при какой температуре сеять рассаду парники мы сеем в этом случае при такой температуре при которой получается парники защитить от промораживания почвы как минимум не раньше ну из нашего опыта мы знаем что от коротковременных заморозков мы можем скажем до минус 14 даже спасти но это кратковременно если всю ночь даже минус 1 минус 3 она проморозит она все в любом случае надо чтобы был ну утром там 23 часа если морознуло это уже не проблема конечно а если вот так всю ночь с вечера холодно это такой посев это большая проблема это уже надо какое-то отопление думать там например те же бутылки с горячей водой класть парафиновый теплоаккумулятор или что-то еще думать или биологический обогрев делать закапывать там траву навоз там именно под грядку саму но мы обычно справляемся с солнечным обогревом и с начала апреля где-то обычно уже это достаточно стабильно но если в марте там уже риска потому что еще в начале апреля даже бывает с них высыпает мы показывали любые культуры даже самые холодостойкие вроде той же капусты моркови лука тоже нет смысла сеять учитывая что они попросту не будут прорастать поскольку даже им нужно хотя бы два-три градуса для прорастания а их попросту пока нету да они днем прогреваются но ночью опять замерзает смысла нету пока сеять то есть ночью кину замерзла днем она вот так растаяла и ночью опять она замерзла но обещается вроде как потепление там градуса на 4 но дело в том что в прогнозе вот уже на следующий день там ноль потом плюс один плюс два плюс четыре но по факту вот на эту ночь у нас было в прогнозе минус 4 минус 3 а было минус 12 вот так вот поэтому когда там показывает ноль мы знаем что может быть где-то минус 5 минус 10 это уже просто из-за того что у нас большая впадина километров 10 низина такая шириной поэтому здесь холодный воздух застаивается и мы знаем что для региона в целом может быть уже тепло но именно у нас конкретно здесь в местности это еще очень не скоро будет все все это тепло и деревья распустятся не скоро на неделю раньше где-то вот даже километров в двух от нас просто чуть выше по склону уже деревья на неделю раньше могут распуститься абрикосы те же вот и все если видео информация понравились полезны ставьте лайки жмите колокольчик чтобы сразу узнавать о выходе новых видео и делитесь друзьями удачи и отличных урожаев с вами были татьяна и евгений гордеевы а если у вас есть личный опыт обработки почвы земледелия огородничество хороший урожай в условиях вроде наших выше плюс 40 градусов воздухе и плюс семействе на почве пишите в комментариях поделитесь опытом ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран комментируют и читают если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом упоминая регион условия и особенности выращивания это поможет всем легче ориентироваться понимать и успешно применять новый опыт своих условий несмотря на климатические аномалии заранее спасибо вот видно картошка сверху слой вырос слой вырос слой слой Продолжение следует...